Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще ничего не помню об этой гостинице. Забавно, правда? Думаю, люди просто забывают о том, что причиняет боль. Недостаточно хорошо, Эрвен. Недостаточно хорошо. Да. Но обычно котлы ставят в подвале, так что найти его будет несложно. Ещё что-нибудь? Не нужно ещё что-то знать, типа... Чтобы выжить? Ну, на меню пятизвёздочного ресторана я бы на том месте не рассчитывал. Неужели? Запасов кладовых хватит на несколько месяцев. Дай угадаю. Консервированные бобы. Верно? Бобовый суп, печёные бобы, картошка ёптать с бобами, рагу, блядь, из бобов. Голодание вдруг стало приемлемым вариантом. Тоже, кстати, терпеть не могу, блядь, эти сраные бобы. Я не понимаю, чё. Некоторые, кстати, нормально их хавают. Я ещё тут, кстати, заметил... Ладно, лучше посмотреть предыдущий видос, чтобы понять, что происходит. Вот этот коридор чертовски... Ну, я не знаю, просто, может быть, мне, по моим впечатлениям, напоминает лёгкий налёт Твин Пикса и, наверное, сияние Стивена Кинга. Ну да ладно, пойдёмте, нам жопу надо домывать, поэтому отправляемся в подвал искать котёл. Вы знаете, здесь довольно хороший звук. Я вот хожу, вот эти скрипы половиц. Какой-то шум за окном. Ну, буря за окном. Хотя, кстати, сейчас она вроде не так сильно... Если херачит, собственно, можно было бы, наверное, и дотолкать машину. Мы же сильно, ёптать, и независимая бы... Эта машина бы сломалась, она бы вышла и дотолкала бы её, и всё было бы прекрасно. Так вот, она между тем... Да что ты будешь делать? Эрвин, ты у котла? Он ждёт меня. Там, внизу. Что? Кто? Старый дух-пердух, ёптать! Ха-ха-ха-ха-ха! Что ты сказала? Старый дух-пер... Ха-ха-ха-ха-ха-ха Помню, как я пряталась здесь с детьми и постояльцами, вместе мы ждали, пока за нами придёт старый дух-пердух. Пер... Ты о котле? Да. Когда Леонард узнал, он от смеха чуть не задохнулся. Твоего отца это смешило? Да, но... Это уже в прошлом. Дух-пердух. Вы представляете, насколько это страшное вообще явление? Дух, но он сам по себе, сука, страшный, блядь. Летает же, призрак же, он чё и пердит. Это вообще красота. Так, кажется, я нашел кнопку. Как дела? Выглядит довольно сложно. Все котлы работают одинаково. Ты видишь панель управления? Конечно, ёптать, вот она висит. Наверное. Что на датчике давления? Чё? Это такая штуковина, похожая на часы. Вроде бы 220. Оу. Не нравится мне это. Оу, ёптать, давай объясняй. Должно быть что-то в районе 210, пси. Давление растёт. То есть у меня выбор, замёрзнуть или взлететь нахер на воздух? Нет, просто нажми зелёную кнопку, это стартер. Ну аж ты, старая развалина, дух-пердух, просыпайся. Не обращай внимания, просто болтаю со старым другом. Какие друзья у женщин появляются духи-пердухи, ёптать. Э, красота какая. Давай нажмём на кнопоньку. Надеюсь, ничего не взорвётся. Ну чё, старая эта, хе-хе, пердящая машина завелась, вроде как? Ииии, вот он. Замечу в превосходной форме, как и всегда. Ты была права, в котле действительно живёт какой-то призрак. А теперь у тебя есть горячая вода. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Я просто выполняю свой долг. Можешь помыться, не закрывая занавесочки. Ладно. Но это Ирвин должен был так сказать, я тут ни при чём, я вообще ничего не знаю. Так, нам надо попасть, наверное... Блядь, в списке дел почему-то ничего не отображается, хотя там должно быть помечено, типа, намыть жопу перед сном, потому что у нас, в принципе, всё готово для того, чтобы переночевать, но... Мне нужны хорошие новости. Просто хотел сообщить, что комнаты нагреются раньше, чем коридоры. Я просто хочу лечь спать. Ты нашла комнату, в которой можешь чувствовать себя уютно? Да, моя старая комната. С тех пор, как я уехала, здесь ничего не изменилось. Леонард делал здесь уборку, но он ничего не тронул. Ничего не изменилось? Именно. И что ты по этому поводу чувствуешь? Не знала, что все сотрудники в вашем отец. Просто пытаюсь быть вежливым. Это очень мило. Но мне уже не 16. В гостинице много других комнат. Нет, я думаю, я смогу нормально поспать. Хорошо. Ноги, короче, блять, будут торчать с края дивана. Она же теперь выросла. У нас, конечно, нет ног. Мы не можем на них посмотреть. Я очень этим фактом всегда остаюсь недоволен. Те, кто смотрят мои хорроры, прохождение видосики, я всё... Подожди. А что нахрен вдруг случилось? Я что-то не замечал, что здесь красочка-то пошерпалась. Ой, волчара какой, который в цирке не выступает. Глаза убийцы. Привет, лохматый. Так, подожди. Я куда-то не туда опять попёхал. Мне вообще как бы надо в ту комнату. А я вон туда должен был поехать. Сюда опять пошёл. А здесь коридоры кра... А, ну понятно, здесь пошарпаны, потому что там жили те, кто работал в этой гостинице. Какой-то странный звук. Я не знаю, слышно ли вам этот звук. Как будто где-то кто-то гавкает. Так, наша старая комната. Фиолетовенькая такая комната. А пожрать что-нибудь будет? Эрвин Кроуфорд, федеральный институт. Эй! Эй! Послушай, просто хотела сказать, если я вела себя скверно... Можешь катиться колбаской, блядь. Не вопрос, я всё понимаю. Я уже, кажется, начинаю привыкать к тому, что я снова здесь. Ладно. Забудь об этом. Я устал и несу какую-то ерунду. Не-не-не. Все ведь знают эти слухи, которые ходили в долине после того, как ты покинула гостиницу. В такой спешке. Точно, совсем забыла. Уилсоновская мифология. Вроде того. Сейчас я просто хочу расслабиться в своей комнате в окружении плакатов моих любимых групп. Может быть, немного поиграть на моём старом басу, естественно, в акустике. Ты играешь на басу? Довольно паршиво. Я хотела тебя поблагодарить. Знать, что я здесь не одна, не... Для меня это много значит. Да, спасибо, что послушала меня и не замёрзла насмерть в своей машине. Значит, я обязана тебе жизнью. Ого. Это просто твой долг. Я знаю. Спокойной ночи, спокойной ночи. Нам нужен ты. А мне не нужны вы, ёптайте. Вот такая вот получается проблемка. Так, чё насчёт поиграть на старом басу? Да, можно. Поиграть. Смотрите, у нас есть полноценные руки. Ну-ка, давай сбацай чё-нибудь. Трунь. 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 Вышел Мурзик. Из тумана напердел и спрятался. День второй. Как так быстро? Подожди, а мы типа котёл включили мыться, и мы чё не пошли, я не понял. Грязные, что ли, так завалили? Ну что ты будешь делать, несправедливость какая? Я уже было понадеялся. Эваны как? А шо мы тут делаем? По-моему, уже темнеет, потому что я вижу, как включился свет. Доброе утро. Утро доброе, Николь. Удалось поспать? Так, чё у нас тут? Спала без задних ног? Я спала без задних ног. Я и забыла, что моя кровать такая, ёптать, удобная. Ну как? Есть новости? Чё? Ты чё, ёптать, спишь, шоль, блять? Ирвин, это Николь, та, что застряла в гостинице. Ты там что, спишь? После ночи в обнимку со сборником кроссвордов я бы не прочь стремнуть. Стоп. Ты что, не спал? То есть... Совсем? Я подумал, тебе может что-то понадобится, и... Но... Ты не пошёл домой из-за меня? Я трудоголик. Да ты дебил, бьёптать. Итак, метеорологи говорят, что пик буря ожидается сегодня ночью, выезжать тебе нельзя, по крайней мере пока. В теории. Что собираешься делать? Что ты хочешь сделать? Так... Лучше подумать о самых насущных потребностях. Я проголодалась. Сначала я поем, а потом обо всём подумаю. Пора тебе наведаться в кладовую. Я бы коня съела. Ты давай пока до каннибализма ещё... Сейчас мы дойдём. А, по рукам. Я сейчас коня могла бы съесть. Печёные бобы отлично подойдут. Печёные, ёптать, бобы, блядь. Классно. Ну что ж, давайте наведаемся и посмотрим как... Кстати, опять же, вот... Знаете, я не то чтобы прям за стопроцентную аутентичность и реализму в играх, но... Ёптая мать. Она же проснул... Во-первых, она вчера легла и не пошла в душ. Это прям первый звоночек тревожный. Сейчас она встала, и нам не показали, что она там умылась, не умылась. Она, может, как свинота, ёптать, блядь, проснулась и вонючая такая гоняет. Но! Быть может, всё это случилось за кадром, друзья. Николь? Ирвин? Когда последний раз кто-то осмотрел припасы в кладовой? Осматривал? Хочешь сказать, пополнял? Я просто хочу понять, что выбрать голод или пищевое отравление. Там должно быть полно еды. А, и не волнуйся за мыши и тараканов. В этом плане всё должно быть чисто. Так, не хотелось бы мне делить комнату с мышью, меня больше беспокоят бактерии. Я скорее думала о плесени, бактериях и прочем. Вот увидишь, беспокоиться не о чем. У меня была муравьиная ферма, ёпта! Какое-то время я прятал муравьиную ферму в своём чулане. Кажется, Леонард это предложил. И однажды утром я проснулась, и вся моя постель кишала муравьями. Ты, наверное, здорово психанула? Психанула моя мама! Муравьиная ферма тут же оказалась на помойке. Все твои шансы стать успешным энтомологом задушили на корню. Вот, не думала, что я ещё помню все эти мелочи. Альпинистка... Вообще, издалека похоже на какую-то, опять же, БДСМную штуку. Типа, кляп... Ай, ладно. Давайте пойдём и найдём уже еду. Кладовая наверняка где-то должна быть здесь. Тут не написаны никакие таблички, но... Я почему-то уверен, что кладовая где-то здесь. К тому же, я здесь вроде бы как уже пробегал. Возможно, и запасы эти жиральные видел. Так. Давайте-ка чекнем. Вы ищите еду в зоне кухни. Так, локер-рум, ландри, чёрч. Тут даже церковь есть, ядрю налево. Так, фаерплейс, фридж, китчен. Отлично. Это всё-таки на втором этаже. Это не здесь. Я нахер не знаю, зачем я пошёл туда, где вот я нахожусь. Бойлерный локер. Короче, пошёл нахер я отсюда. Возвращаемся, поднимаемся наверх. Ищем кухоньку. Ну, правильно. Едут надо искать в районе кухни. Хе-хе. И они в подвале. Так, а кто дверь тут за нами закрыват? Я чё-то не пол, ходит. Так, и того. Фаерплейс, фридж. Я так понимаю, мы находимся... Ага, кухня дальше вот по коридору. Это чё такое? Мусоропровод? Ёптать, блять. Туда пизданутся, как нехер делать. Итак, кухня. Ща будем разбираться. Эээ, в каком конкретном месте кухня? Шо это такое? Вкрой дверь. А, это камин. Фаерплейс, по-моему. Опять же, очень... Да, наверное. Я не знаю. Сейчас мы разберёмся с этим совсем. Что у нас? Нас не остановит дорога кухни. Мы найдём еду. Рано или поздно. Так, это туалет. Что за нахрен? Вандалы? Вандалы. Свинья. Ну, написано на стене. Вандалы тоже, конечно, свиньи. Но на стене написано вот... Странно. Не ожидал я этого увидеть. Так, давайте-ка чекнем. Тут должны быть, наверное, помечены туалеты. Или что-то вроде того. Хер её, блядь, знает. Где я конкретно нахожусь? Тут ещё женский туалет есть. Который опять почему-то засран. Почему всегда в хоррорах, в триллерах, вообще... Вот в инди-проектах всегда женский туалет засран. Наоборот, должно быть чисто. Ой, смотрите, я нашёл крестик. Какого-то хрена висящий здесь. Ладно, всё и так понятно. В туалете женском всё засрано. Эта дверь, что ли, за нами так закрылась? А я уже было напугался. Причём, я помню, что в прошлом видео я находил кухню. Я мимо неё проходил. Так, это балл-рум. Подожди, балл-рум. Ди- дайнинг-рум. Вот он где. Наверное, дом, может быть. Люстра отвалилась. Да, Тимберлайн что-то вообще не это. Не алё, не тудым, не судым. Видимо, он начинает ломаться, разрушаться. А, блядь, никто ничего не делает. Холл, фаерплейс, рум, фридж. Блядь, ну я же там где-то рядом был. Что-то я попасть не могу туда. Подожди, смотри, пианинка. Расстроенная пианино. Не знаю, чем, но она расстроена. Блин, когда за мной начинают закрываться двери, это прям пугает порою. Ммм, вот оно как здесь было, друзья. Довольно оживлённо. Здорово. Так, ну это тупиковая комната, а это значит, где балл-рум, скорее всего. Это значит, что я вообще не в ту сторону, блядь, попердохал. Фаерплейс, рум, нам сюда. И от фаерплейс, рум, мы прям похерачим, короче, в сторону кухни. Я даже сам жрать захотел, пока тут носился я в попытках понять, где, чего она, собственно, находится. А как-нибудь можно Ирвину позвонить с... А, вот, Мария. Ха-ха-ха-ха. Кухня, ёптать. Так, духовочка. Где наши припасики? Кто-то, блядь, вынес дверь с голодухи, что ли? Так, чашечки и тарелочки. Где моя еда? Я же сейчас опухну с голода. А, ну в холодильнике же, ёптать. Я же ходил в холодильнике. Я не закрыл холодильник, что ли? По-моему, в прошлый раз, когда я здесь был, я не закрыл холодильник. Или мне так показалось? Так, отлично. А вот и еда. Еда с плесенью. Блядь, вы... Ты чё, меня обманул, шо ли? Ты смотри, чё тут происходит. Тут есть какая-то еда, но она вся заплесневела. Странно. Этого я не ожидал. Там морозильник, посмотри в нём. Окей. Хорошо. Но если ты, блядь, меня от печи обманешь, я не знаю, я тебе ногу отгрызу. Тыква заплесневелая. Отвратительная хрень. Кстати, с тыквой я и в жизни сталкивался с заплесневелым. Так, здесь что-то ещё, по-моему, было, что можно посмотреть. Или мне... О, заплесневелый помидор. Какой-то он не симпатичный помидор совсем. Так, холодильник, холодильник, холодильник. Подожди, на карте он должен быть отмечен. Он должен быть где-то прямо рядом со входом на кухню. Так, кажется, это он. Суп. Оба-на, смотри, супец у нас тут есть. Какого хрена? Какого хрена? Эй, ёптань! Ну-ка, блядь, выпускай меня! Эй! Эй! Ты шутишь? Какого чёрта? Блядь, здесь и не ловят ни хера! А, я говорил, что надо было другую сотовую связь выбирать. Я никого не вижу, или... Что? Какого чёрта? А, чуть не забыл. С дверью холодильника надо быть осторожней. Следи, чтобы она не захопнула. Ты с чё, блядь, прикалываешься, шуль ёптань? Шутник, ядрить твоя... Нет, стоп, шесть, скал. Лучше бы ты сказала мне об этом до того, как я заперлась. Обалдеть. Вот я дурак. Да, я там помереть могла. Зато с едой. Знаете, как бабы, которые, типа, плачут и расстраиваются из-за каких-то ерундовин, а они покупают себе банку, блядь, мороженого, сидят и жрут такие... Ну, вы поняли. Ладно, микроволновки можно разогреть, бабы. Так, микроволновка же у нас на кухне должна быть, правильно? Я логически рассуждаю? Логически рассуждаю. Значит, давайте найдём микроволновеньку. Микроволновенька. Микроволновка, ты где? Куда её тут поставили-то? Что-то я здесь не вижу. Хотя здесь очень много инструментов для готовки, всяких вещей, херещей. А, ну вон, а это микроволновка, что ли? Нет, это больше похоже на мусорку. До неё микроволновка. А, во. Давай-ка супец разогрей. Чё, мы просто подождём, пока всё согреется? Всё равно здесь довольно жутко, когда ты один в целом отеле. Да, закроем двери. Чтоб никто нас не уволок. А, волчок, который за бачок, блядь, кусает, шоба нас не уволок. Ты на сколько, блин, поставила греться микроволновку? Хотя, ладно, это же в морозильнике было, значит, подольше. Так, может, чё это? Понапыздам? Возьмём себе чеплашечку какую-нибудь, вон, ложечку, этот, для переворачивания блинов и прочую херобуду. Унесём, в карман положим, да и пригодится же. Мда, что-то звуки какие-то у еды не очень приятные. Но это, наверное, лучше, чем померить голоду, правильно? Так что выбора у нас как такового и нет. Ладно, мы покушали. Хорошо, что суп не гороховый. Прости, что прерывает твой континентальный завтрак, я связался с мистером Дженкинсом, адвокатом. Сегодня я принимаю только добрые известия. Если их нет, дай мне спокойно поесть. Так что смотри сам. Я решил, что ты должна знать. Ой, да ладно! Он набрал 911, проехав всего одну милю. Если не возражаешь, я запросу себя в комнате и буду рыдать. С трудом могу себе это представить. Он попросил передать тебе сообщение. Вот он. Он говорит... Так, тут он просто матерится. Это тебя слушать не обязательно. Вот он. Николь, сейчас тебе лучше начать осмотр гостиницы самой. Оцени общее состояние и обязательно отметь все, что ты хотела бы оставить себе. Рекомендую начать со второго этажа. Он, безусловно, пострадал больше всех. Пожалуйста, звони мне только, если у тебя хорошие новости. Отворитесь двери. Так вот, нам, видимо, нужно... Ирвин предлагает осмотреть сначала второй этаж. Ну что ж, я полностью согласен. Я вообще не возражаю. И как бы, почему бы и нет. Пойдем осмотрим второй этаж. Я опять пошел не в ту сторону. Я опять пошел в танцевальный зал, видимо. Меня тянет танцевать. Но не сейчас. Когда выберемся из этого отеля, когда переждем эту ужасную бурю, этот ужасный ураган, обязательно спляшем. Так, это же главный, по-моему, зал. Не совсем. Однако здесь можно подняться на второй этаж, чем я, собственно, и предлагаю заняться. Вы знаете, я чувствую себя, как в детстве, когда ты был маленьким, и тебя в очень холодную погоду не выпускали на улицу. Вот когда я смотрю на окно, я чувствую примерно то же чувство. Мне хочется выглянуть на... Блядь, игра такая, типа, да зачем тебе выглядывать? Там как бы буря, ураган. Давай, иди осматривай. Отель. Так, второй этаж, второй этаж. По логике этой игры, это еще выше, чем то место, где я нахожусь. Second floor, отлично. Раз Ирвин предлагает, вернее, Дженкинс предложил, мы, собственно, и не отказываемся. Надо же себя чем-то развлекать. Так. Музей. А тут просто комната. Давайте начнем просто с комнат. Слушайте, действительно все пошло. Плесень. Ну, шикарно. А этот отель вообще кто-нибудь будет покупать-то? На втором этаже большие пятна от воды. Этот этаж в плохом состоянии. Окон нет, и водопровод поврежден. Да. А, смотрите, комнату. В смысле, блядь, окон нет? А, окон нет в коридорах. Я понял. Но туалет все еще работает. Даже ванная симпатична. Тут сверхачки какие-то... Слушайте, что за херня тут происходила? Какие-то религиозные книжки начинают появляться. В туалете я нашел крест, висящий на стене. Что за нахрен? Квитанция на номер. Опять же, проблема в том, что я не могу прочитать более детально. И это меня прям печалит. Я прям в депрессию какую-то каждый раз впадаю. Слушайте, мне прям... Я прям чувствую, что в этих комнатах чертовски холодно. Кхм-кхм. Даже учитывая тот факт, что мы включили отопление. Так, 203. В 203-те не зайти. Кто мусорку ебать посвалил? Запечатанная дверь. Так, подожди. Давай сначала посмотрим, что тут валяется. Осмотр. Отменено. Это на постройку, что ли, чего-то? Леонард Макград и имя проекта Timberline Hotel Restruction. И чё, блядь, такое было? Мне же не померещилось? Это был очень странный звук. Я здесь, как дела? Коридор на втором этаже недоступен. Дверь, ведущая в западное крыло, заперта. Твой отец затеял ремонт, но... не смог получить в банке кредит, и всё пришлось остановить. Чердак Леонардо в конце этого коридора. Его берлога. Это для тебя что-то значит? Я столько лет пыталась забыть эту комнату. В общем, западное крыло без окон. За всё это время сильно обветшало. Алло? Ты ещё здесь? У тебя всегда и на всё есть ответ. Что ты хочешь сказать? Ты ничего не хочешь мне рассказать? Что ты от меня скрываешь? Я не понимаю, Николь. Ты знаешь, как включить котёл. Знаешь, где хранится еда. Знаешь, что у холодильника дверь не в порядке. Знаешь историю моей семьи и этой гостиницы? За доставку припасов по залерянам места в Водит-Тимберлайн отвечает агентство. С тех пор, как я начал работать, я раз в месяц приезжал туда с грузовиком. Ты давай мне тут это... Что-то не так? Откуда мне было это знать, а? Я не знаю. Не знаю, что тебе известно, а что нет. Да и какая разница? Никакой. Я... Прости, если я огорчу. Меня невозможно огорчить. Я лучше продолжу осмотр. Чё-то он, короче, подпёздывает, я чувствую. Чё-то он явно скрывает. Я прям чувствую, что что-то здесь нечистое. Смотри-ка, я вижу церковь. Да, вон церквушечка стоит. И окно тут нахер разбито. Или не разби... Раз... Нет, не разбито. Это мороз! Так это, короче, охватил всё это дело. Снова плесень. Так, только для персонала. Нос почему-то пускать не хотят. Нам нужно, видимо, тот самый ключ, про который Николь сказала в самом начале. Какого хера? Какого хрена? Алло? Да? Алло? Это Николь, дочь Леонарда? Кто это? Послушай, не продавай гостиницу. Ты ещё кто такой? Рэйчел ещё здесь. Не продавай гостиницу. Это шутка? Кто это? Только не делай глупостей. Что, думаешь, можешь звонить ко мне домой и угрожать? Ёптать! Иди сюда и скажи мне это в лицо, засранец! Я тебе сам скажу в лицо всё, засранец! Но меня, правда, немного напугало фразы о том, что Рэйчел всё ещё здесь. Меня, правда, немного напрягла фраза о том, что Рэйчел ещё здесь. Я не хочу, чтобы она была здесь. Не надо. Зачем она мне здесь нужна? Списка дел у нас нет. А почему Ирвину бы не позвонить и не спросить, какого хера какой-то мудазвон? Блять, назвонь! Ты на меня сердишься? Мне сейчас некогда предаваться воспоминаниям о прошлом вместе с тобой. Кто-то только что позвонил в гостиницу. Что? Кто? Кому по кайфу разыгрывать меня по телефону? Ну, в наших краях слухи расходятся быстро. Что тебе сказали? Мне сказали, Рэйчел жива, не продавай гостиницу. Ааа, придурок. Ещё одна вещь никак не укладывается у меня в голове. Телефон отключён. Леонард несколько месяцев не платил по счетам. Я попрошу кого-нибудь провести проверку. Поверить не могу. Бушует буря, дороги замело вокруг, люди гибнут, и при этом кому-то нечем заняться, кроме как действует мне на нервы? В этих краях время течёт иначе. Некоторые истории, которые кажутся забытыми, на самом деле просто оседают на время. Оседают? Как чайные листья в чашке. Ты, блядь, романтик, прям я смотрю. Что ты хочешь сказать? Звучит жутковато. А смерть той девушки, Рэйчел, стала итогом цепочки очень неприятных и тяжёлых событий, и, видимо, кто-то этой истории одержим. Ты говоришь о ком-то конкретном? Её смерть уничтожила две семьи, которые всё вокруг боготворили, все вокруг. Твою и Рэйчел. Твой отец, Макрад, гениальный астрофизик, и отец Рэйчела, преподобный Фостер, которого знал и уважал весь округ. Такое в этих краях вряд ли когда-то забудут. Знаешь, что я думаю? Пошли они нахер куда подальше. Все до единого. Я знаю, через что мы прошли. Только мы. Не они. К чёрту, блядь, их всех. Слушайте, а мне она нравится. Она прям такая бойкая, короче, мадама. День третий. И она прям чикарно вот это всё вот тут вот рассказывает. Рассказывает и показывает. Её не напугать просто так. Хотя я уверен, что тут-то звонил по поводу Рэйчел, он ещё даст прозраться. И даже наша сильная и независимая женщина, она напряжётся. Так, а мы снова в своей уютной комнате. Самоуважение? Алё. Эй, дорогуша. Папочка? А, Николь. Чё? О, о, о. Прости. В тех бабах, наверное, было какое-то снотворное. С тех пор, как я сюда приехал, я чувствую себя, как медведь зимней спячки. Вчера у тебя был тяжёлый день. Кажется, мне приснился сон. И о чём он? Леонард. Может быть. Хорошо. Но сейчас мне нужно, чтобы ты меня внимательно выслушала. Есть повод для беспокойства? Буря повредила линии электропередач. Во всей округе проблемы с энергией. Вообще-то со светом похоже что-то не так. Я этого боялся. Мне бы не хотелось, чтобы ты осталась там одна в кромешной тьме. Нужно что-то сделать. Так ёптать, сделай! Мои знания об электрике слегка ограничены. Всё в порядке. Я объясню тебе, как добраться до аварийного генератора. Если выключить его, у тебя будет автономный источник энергии. Слишком просто. В чём подвох? Добраться до выключателя можно двумя путями. Прямиком через боковую дверь гаража или с этажа, на котором ты сейчас находишься. Но... Боковую дверь гаража заклинила, тебе придётся пробираться через глаз по всему зданию и спускаться вниз с твоего этажа. Если отключится электричество, ты окажешься в полной темноте. Хорошо. Что мне нужно сделать? Загляни в шкаф в комнате отца. Может оставил что-то, что ты сможешь использовать для освещения. Уже иду. Дайте мне фонарик, я хочу... Атмосферности. Так, погодь. Книга Леонарда. Да подожди ты со своей книгой Леонарда, блять. Мне не книга, мне нужен фонарик или что-то типа того. О, ты только погляди. А я-то думала, что потеряла тебя в тот раз, когда дочь Томпсонов приходила к нам поиграть. Наверное, Леонард тебя где-то нашёл. Ключа нет. Что ж, может оно и к лучшему. Так, книги по эзотерике. Слушайте, папанька-то не только это самое, там, попердоливал Рэйчел Фостер. Ещё и книги по эзотерике, это, почитывал. Тоже неплохо. Так. А комната завещания, письмо Дженкинса. Книга. Подожди. Ирвин сказал, что мне нужно попасть в лаз через служебное помещение на первом этаже. Но Ирвин же сказал, что мне надо что-то для освещения. Подожди. Я хочу выяснить, какого хера мне не дают фонарик. Фонарик мне. Пожалуйста. Так, что такое, чашка Леонардо я уже видел. В шкафчиках ничего нет. Фотография маленькой заразы, это, видимо, сама Николь. А может, так, подожди, книга осмотреть. Оккультная анатомия, мы уже это всё видели. Ну, слушайте, видимо, здесь нет ни хера никаких ни фонариков, ни херяриков, ничего он, блядь, нам не оставил. Вот тебе раз. Я не вижу абсолютно ничего. Поэтому предлагаю отправляться. Так, ещё разок смотрим. Ирвин сказал, что мне нужно попасть в лаз через служебное помещение на первом этаже. На первом этаже. Хорошо. Но мы же на первом и находимся, правильно? Я ведь точно ничего не пропустил? Фонарика нигде нет? В лаз через служебное помещение на первом этаже. Кажется, я догадываюсь, где это служебное помещение. А, постой. А, это чё такое? Чё это? Чё это? Начат комнатуха явно не наша. На всякий случай проверяю. Там у нас дальше второй этаж. Но то, что со светом происходит такая дичь, это прям жутковатенько. Привет. Эм, так, я почти на месте. Кажется, свет и правда начинает гаснуть. Тебе нужно действовать быстро. На одном этаже с твоей комнатой в служебном помещении должен быть небольшой чулан. Твой отец несколько раз просил нас починить замок. Скрестим пальцы, что он ещё сломан. Оттуда можно попасть в лаз. Говоришь совсем, как настоящий профессионал. Да, я использую такой тон, когда я хочу произвести впечатление. Ты единственный, с кем я могу общаться, пока я торчу здесь в этом плену. Любое твое слово, короче, меня впечатлит. Что случится, когда я доберусь до шкафа? Тебе придётся спуститься к распределительной коробке и включить электричество. Хорошо. Вроде бы ничего сложного. Пожалуйста, поторопись. Подбодривай других, это определённо не твоё. Вы знаете, здесь стало совсем жутковато. Так, сообщение от Бена. Привет, я оставил фонарик. Подожди. Фонарик. А, подожди, поднять, поднять. Короче, это динамо-фонарик полное говно, потому что его надо постоянно подзаводить, чтобы он работал. Я с таким первым раз сталкиваюсь в хоррорах, но окей. Дверь Лаза. Мы её нашли. Я нашла Лаза, а ещё динамо-фонарик. Знаешь, как им пользоваться? Кажется, мне просто нужно нажимать на эту штуку постоянно. Всё в порядке? В детстве я ползала по тоннелям, как мышка, но сейчас ты глаз кажется таким узким. Кушать меньше надо было. Может, ты просто поправил? Ты чё, блядь? Это называется расти, придурок. Ладно, давайте попробуем. Так, дайте мне понажимать на кнопоньку-то. Кажется, электричество совсем меня покинуло. Дерьмо. В чём дело? Я в кромешной тьме. Помощь сейчас была бы очень кстати. Хорошо, главное, не волнуйся. Ты видишь у себя на головой связку кобелей? Да, главное, не волнуйся. Да я знаю, что такое связка, блядь. Ладно, хорошо, тише едешь, дальше будешь. Просто иди за проводами, они приведут тебя в генераторную. Больше никуда не сворачивай, иначе кто знает, куда ты забредёшь. Прекрасно, есть фонарик, что-то вроде того. Есть ли ты с крошек или... Точнее, если ты с кобелей. Ладно, я справлюсь. Хорошо, да, тише едешь, дальше будешь. Блядь, этот фонарик, он меня прям... Какого хрена, там манекен положили, вы чё с ума сошли? Так, чё-то сыпется мне на голову. Подожди, а тут у нас чё? Вантус, ёпты, туалетные бумажки. Чё такое? Использовать-то? Подожди, мы не сю... А мы точно здесь одни? Блин, а фонарик реально прям... Я-я-я, не знаю, я устал, мой палец, он такой говорит. Слушай, блядь, ты чё, дурачок, что ли? Кажется, мы здесь не вылезем. Или вылезем? Давай, подруга, херачь это всё. Во, другое дело, молодец. Чё, заработала? Заработала? Помада? Какого хера? Помада-то здесь откуда? Не знаю, чё за это там это. Шанель, не Шанель, херанель. А, как дела? Привет, привет, я хочу кое-что спросить. Ага, спрашивай. Сколько уже гостиница закрыта? Около четырёх лет? Да, с 89-го. В смысле, неужели никто не проводил капитальную чистку подвала? Не знаю, скорее всего это делалось в спешке, а что? Я кое-что нашла. Ещё один полароид? Помада. Ммм. Откуда здесь помада? Это... Помада? Ты не понимаешь, но ведь она очень старая. Я помню эту марку, девчонки в школе ей пользовались. Как странно. Она не высохла. Ей можно и сейчас пользоваться, она в идеальном состоянии. Боюсь, я не понимаю, о чём ты. Ирвин, эту марку уже не выпускают, не знаю, лет девять или десять. Ну, ебанись. Странно, что кто-то будет ждать десять лет, чтобы открыть помаду и один раз её использовать, разве я не права? А зачем ты говоришь мне это, Николь? Собираешься прихорашиваться? Прямо там, рядом с генератором? Да ты дурак, шуль, блять! Ты с ума сошёл? Николь, это просто очередная вещь, забытая кем-то из постояльцев. Здесь, в генераторной, ёптый! Ну, да, наверное, ты прав. Что-то мне подсказывает, что ни хера ты, собственно, и не прав. Уровень. Опа, уровень. О, да, полезная, кстати, в строительстве штука. День четвёртый. Эвана как? Подожди, а как так? По вашему приказанию прибыл, сэр. Ты уже проснулся? Вроде того. Ты что, забыла кофе выпить? В кое-то веке он мне не нужен. Я должна с тобой кое-что обсудить. Ладно. Так, она на самом деле мертва. Это Рэйчел Фостер. Я правильно ведь понимаю? Вы видели ли вы этого человека? Ну что ж, друзья, интрига-то продолжает, да, нагнетаться, вот это всё накручиваться. Тут мужик, который позвонил и сказал про то, что продавать нельзя, а Рэйчел всё ещё с... Я прям, короче, заинтригован, да по самой не хочу. Вот. И предлагаю нам прерваться ненадолго. Конечно же, друзья, не забываем подписываться на канал и лепить свои лайкосы. А также, отличного вам настроения. Мы совсем скоро услышимся вновь. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»